Таре В предыдущих программах мы видели, что Ешуа относился к Таре, то есть к иудейскому закону, двояко С одной стороны, он был еврей, и он остался, кстати, евреем до сих пор, он по-прежнему еврей Но мы говорим о его земной жизни, и как еврей в своей земной жизни он подчинялся В Таре он соблюдал Тару, он исполнял ее заповеди С другой стороны, будучи сыном Божьим, он стоял над Тарой И сегодня мы поговорим, мы продолжаем разговор о Таре И поговорим в этой связи об апостоле Павле, которого мы, мессианские евреи, иногда называем Рав Шауль Апостол Павла, именно его очень часто считают основателем новой религии Люди признают, что Ешуа был на 100% еврей, он был внутри иудаизма А вот кто основал христианство, иногда есть такая точка зрения, это Павел Это апостол Павел, он основал новую религию, в которой нету места закону Есть одна сплошная благодать А религия, которую основал апостол Павел, считается таким образом совершенно не еврейской Христианство, оторванное от иудаизма Нету в нем места закону, есть такое вот мнение Что мы на это скажем? Действительно нету дыма без огня, есть такая поговорка Павел действительно написал в своих посланиях некоторые вещи Которые можно прочитать именно так, как мы сейчас о них сказали Особенно легко их прочитать таким образом Если предварительно хорошенько промыть мозг традиционными церковными толкованиями И в таком случае очень многие другие слова, сказанные тем же самым апостолом Павлом Останутся у нас за кадром Но давайте для начала на секунду попробуем охватить взглядом всю картину целиком Сразу, а не отдельные ее фрагменты К примеру, обрезание, то есть знак завета Израиля с Богом Вот что Павел говорит о нем Во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание Это в послании Галатам 6 главе, стихе 15 Обрезание здесь сказано ничего не значит Так? Так Теперь слушайте дальше Обрезание полезно, если исполняешь закон Это римлянам 2 глава 25 стих И вот еще Итак, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Спрашивает апостол Павел И отвечает сам на этот же вопрос Великое преимущество во всех отношениях А наипаче в том, что им, то есть евреям, вверено слово Божье Это написано в том же самом послании к римлянам Его в 3 главе, в 1 и 2 стихах Итак, обрезание оказывается очень полезно Хотя оно ничего не значит Вы что-нибудь поняли? Я тоже Еще один пример Закон В послании к Ефесянам В главе 2 Павел пишет о том, что Ешо примирил евреев с язычниками Я читаю то, что он говорит Ибо он есть мир наш Он и Тишу Соделавший из обоих одно И разрушивший стоявшую посреди преграду Упразднив вражду плотью своею А закон заповедей Учением Дабы из двух создать в себе саму Одного нового человека, устрояя мир Итак, здесь используется слово упразднив То есть, уничтожив Отменив Что Ешо отменил? Здесь мы с вами слышали, что он отменил две вещи Две вещи какие? Первое Вражду между евреями и язычниками Он уничтожил своей плотью, говорит Павел А закон заповедей То есть, Тару Вроде бы, да? Своим учением Таким образом, Павел отменил То есть, простите, Ешо отменил, очевидно, закон Однако, в послании к римлянам Тот же самый Павел пишет Не слушатели закона праведны перед Богом Но исполнители закона оправданы будут Вы опять ничего не поняли? Не страшно Мы с вами в хорошей компании Апостолу Петру тоже было трудно Читать и понимать послание Павла Он сам об этом говорит В втором своем послании Послушайте, 3 глава, стихи 14, 15 и 16 Долготерпение Господа нашего Почитайте спасением Как и возлюбленный брат наш Павел По данной ему премудрости Написал вам Как он говорит об этом и во всех посланиях В которых есть Нечто неудобо-вразумительное Что невежды и неутвержденные К собственной своей погибели Превращают, то есть извращают Как и прочие писания Неудобо-вразумительное То есть трудное для понимания И это пишет, обратите внимание Это пишет не кто-то Это пишет один из 12 апостолов Господа И даже не просто один из 12 А один из трех Которые, по-видимому, были к нему ближе Чем остальные Девять Если ему чтение Павла давалось с трудом То что говорить о нас, грешных? Тем не менее, я думаю, что нам эти трудности Нужно преодолеть Чтобы не оказаться среди тех Невежд и неутвержденных Которые, как пишет Петр Извращают смысл писаний К собственной погибели Погибель нам не нужна Нам с вами, конечно же, нужен хэппи-энд Поэтому давайте постараемся Все-таки, несмотря на эти трудности Понять Что же Павел Пишет нам с вами о Таре Но для этого вначале Я думаю, нам нужно с вами Понять его самого Кто же он был такой? Кто был Павел до встречи с Ешуа Хорошо известно Он был фарисей Ненавидевший верующих в Ешуа И жестоко гнавший Преследовавший их На вопрос, кто он был после встречи с Ешуа В девятой главе книги Деяний Лука пишет О том, что Павел немедленно После встречи с Ешуа Начинает проповедовать о нем И вопрос, кому и где Конечно же, в синагогах Причем не только в Дамаске Куда он направлялся Когда Ешуа встретился с ним А всюду, куда он не идет Например, вот как описывается Его визит в Антиохию Писидийскую Они же, проходя от Пергии Прибыли в Антиохию Писидийскую И войдя в синагогу В день субботний сели После чтения закона и пророков Начальники синагоги Послали сказать им Мужи, братья Если у вас есть слово Наставление к народу Говорите Очевидно, Павел И его спутники Выглядели как евреи Иначе бы их не пригласили Поделиться словом И вообще их не назвали бы братьями Какое же слово Говорит в этой синагоге Апостол Павел Бог народа сего Избрал отцов наших Это стих 17 И дальше он говорит В 32 стихе Мы благовествуем вам Что обетования, данные отцам Бог исполнил нам, детям их Воскресив Иисус То есть он говорит О воскресении Ешуа Но себя при этом Он полностью отождествляет С еврейским народом Это наши отцы И мы их дети И точно так же он говорит о себе Когда он выступает с речью Перед царем Агриппой Я цитирую из 26 главы Книги Деяний апостолов Жизнь мою От юности моей Которую сначала проводил я Среди народа моего в Иерусалиме Знают все иудеи Они издавна знают обо мне Если захотят свидетельствовать Что я жил фарисеем По строжайшему В нашем вероисповедании Учению И ныне я стою перед судом За надежду на обетование Данные от Бога Нашим отцам Которого исполнения Надеются увидеть Наши 12 колен Усердно служа Богу День и ночь За эту-то надежду Царь Агриппа Говорит Шауль Обвиняют меня иудеи И здесь используется Глагол жил Я Сейчас я повторю этот стих Где он стоит Я жил фарисеем Говорит о себе Павел Но форма Греческого глагола Который у нас на русском языке Перейден словом Жил Это интересная форма Она означает Неизменное продолжающееся действие То есть Упоминая образ жизни фарисея Павел говорит не о каком-то Далеком прошлом Которое у него позади За плечами Он говорит о том Как он жил всегда Он говорит Всю свою жизнь С детства И по сей Самый день Я прожил Как еврей Как фарисей И то же самое он говорит В Синедрионе В 23 главе Тот же самый книг Дианей мы читаем Узнав же Павел Что тут То есть В Синедрионе Одна часть Саддукеев А другая Фарисеев Возгласил в Синедрионе Мужи, братья Я фарисей Сын Фарисея За отчаяние То есть За надежду Воскресение Мертвых Меня судят Когда же он сказал это Произошла расприя Между фарисеями Саддукеями Собрание Разделилось На две части Мы можем с вами сказать А хитрый маневр Разделяй и власть Расколоть ряды противника Да конечно Павел был совсем не глуп Но не только Это еще и правда То что он сказал о себе Он не просто сказал Не просто так бросил Такую фразу Я фарисей Для того чтобы разделить Это собрание На две части Которые не могут Друг с другом договориться Мы с вами иногда забываем Кому Павел говорил Такие слова Он говорил их В данном случае Не братьям в мессии Которые принимали Его с распростертыми Объятиями Он говорил это Перед неверующими В мессию людьми Враждебными Ему И эти люди Тоже были Отнюдь не дураки То есть Будь в словах Павла Хоть малейшая ложь Или даже не точность Они бы очень быстро Раскусили эту ложь Или не точность Заметили ее И тем самым Немедленно Воспользовались бы ей И дискредитировали бы Его свидетельство О мессии Итак вот слова Павла Обращенные к еврейской Аудитории Ну хорошо А что насчет его дел Дела у него Вполне согласовываются С его словами Я читаю из книги Деяния апостолов 21 главы Со стиха 17 По прибытии По прибытии нашим В Иерусалим Братья Радушно Приняли Нас На другой день Павел пришел С нами К Якову К лидеру Иерусалимской Мессианской Общины Пришли и все Пресвитеры Приветствовав их Павел Рассказывал подробно Что сотворил Бог У язычников Служением Его Они же Выслушав Прославили Бога И сказали Видишь брат Сколько тысяч Уверовавших Иудеев И все они Ревнители Закона А о тебе Наслышались они Что ты всех Иудеев Живущих Между язычниками Учишь Отступлению От Моисея Говоря Чтобы они Не обрезывали Детей своих И не поступали По обычаям Очевидно По еврейским Обычиям Итак Что же Верно Наверняка Соберется Народ Ибо услышат Что ты пришел Сделай же Что мы скажем тебе У нас есть Четыре человека Имеющие На себе Обет Взяв их Очистись С ними И возьми на себя Издержки За их На жертву За них Чтобы остригли Себе голову И узнают Все Что слышанное Ими О тебе Несправедливо Но что И сам Ты Продолжаешь Соблюдать Закон А об уверовавших Язычниках Мы писали Положив То есть Решив Чтобы они Ничего такого Не соблюдали Только хранили себя От идола Жертвенного От крови От удавленины То есть От животных Которые задушены И от блуда Тогда Павел Взяв тех Мужей И очистившись С ними В следующий день Вошел в храм И объявил Окончание Дней Очищения Когда Должно Быть Принесено За каждого Из них Приношение Что здесь происходит Павел встречается В Иерусалиме С тамошними Лидерами В Иерусалиме Тысячи Евреев Уверовали И при этом Продолжают Соблюдать Закон То есть Жить По-еврейски И затем Иерусалимские Пресвитеры Говорят Что ходит Слух Будто Павел Там в диаспоре Учит Евреев Против Еврейства Отступлению От Моисея Не обрезывать Детей И не поступать По обычаям Другими словами Ходит слух Что Павел Призывает Евреев Диаспоры Ассимилироваться И они Просят Его Рассеять Эти слухи Каким образом Они говорят Что у них есть Четыре человека Имеющие на себе Назарейский Обед Описанный В книге Чисел Человек Посвящал себя Богу На какое-то время И в течение Этого времени Не стригся По окончании Этого времени Он остригал Свои волосы И приносил Жертву Иерусалимские Пресвитера Просят Павла Очиститься Вместе с ними И взять на себя Расходы На это Их Жертвоприношение И таким образом Он бы на деле Доказал Что все эти Разговоры О его Подрывной Деятельности Среди евреев Диаспоры Это просто Пустые Слухи И на самом деле Он продолжает Жить По-еврейски То есть Соблюдать Закон Моисея Если бы Это был Не слух А правда То у Павла Здесь Была Превосходнейшая Возможность Обличить Иерусалимских Братьев В чем угодно В законничестве В ересе И так далее Павел Тем не менее Делает То О чем Они его Просит И возникает вопрос Почему Он уступил Давлению Он поддался Этому давлению Дал какую-то Слабину Или он В правду Продолжает Соблюдать Закон Послушайте Что он делает В другом месте В городе Кенхрей Диане 18 глава 18 стих Павел Пробыв Еще Довольно Дней Простился С братьями И отплыл В Сирию И с ним Акила И Прескила Остригши Голову В кенхреях По обету То есть Здесь уж точно Нет никакого Внешнего давления На него Его никто не просит Делать то Что он сделал То есть Соблюдать Эту заповедь Тары Он делает Он делает Это сам Очевидно Чуть ниже В той же самой Главе Говорится Достигнув Эфеса Оставил Все еще Павел Оставил их То есть Акилу и Прескилу Там А сам Простите Я не уверен Что это Акила и Прескила Просто читаю Оставил их там А сам Павел Вошел в синагогу И рассуждал С иудеями Когда же Они просили Его побыть У них Долия Он не согласился А простился С ними сказав Мне нужно Непременно Провести Приближающийся Праздник В Иерусалиме К вам же Возвращусь Опять Если будет Угодно Богу И отправился Из Эфеса Акила и Прескила Остались в Эфесе И в 20 главе Очень похожая История Павлу рассудилось Миновать Эфес Чтобы не замедлить Ему в Азии Потому что Он поспешал Если Возможно В день Пятидесятницы Быть в Иерусалиме У меня вопрос Зачем Ему Нужно было В день Пятидесятницы На праздник В Иерусалим Ответ Мой ответ Очень простой Затем Что Павел И был И оставался После встречи С Ешуа Евреем А Тара Заповедует Еврею Приходить В Иерусалим Три раза в год На эти праздники Которые называются Шалош Регалим Три паломнических Праздника Песах Шевот То есть Пятидесятница И Суккот Праздник Кущи Все вот это Указывает на то Что Павел Действительно Жил по-еврейски И после Встречи С Ешуа И если Вы привыкли К мысли О том Что Павел Расстался С иудаизмом После того Как Ешуа Явился ему На Дамасской дороге То принять Его как фарисея Вам Вероятно Сложно Конечно Ведь Фарисей Это кто Это Это Безумный Слепой Вождь Слепых Это Лицемер Это Порождение Ехидны Это Сын Гиены И так Далее И так Далее И так Далее Это Все Что Ешуа Сказал О некоторых Фарисеях Не обо всех Конечно Возникает вопрос Ну как Павел Будучи верующим В Ешуа Мог отождествлять Себя с этими Ужасными Людьми Которые Постоянно Противились Господу Знаете Если мы с вами Убеждены Что все До одного Харизматы На своих собраниях Каждое Собрание Без исключения Все харизматы По всему миру Катаются Вот так Вот по полу Сначала Вот так А потом обратно И стоят на ушах И лают как собаки И что все Католики Без исключения Сколько их там На свете есть Два миллиарда Считают Деву Марию Безгрешным А все Пятидесятники На свете Сколько их не есть Верят в то Что без дара языков Человек Не спасен И только В нашей Динаминации Между верующими Есть какие-то Различия То тогда Конечно И фарисеев Всех Без исключения Мы будем стричь Под одну Гребенку Но это будет Я думаю Большой ошибкой Мы с вами Это прекрасно Понимаем Потому что И среди фарисеев Были тоже Разные люди Некоторые Из них Относились К Ишуа С большим Уважением Лука Например Даже пишет В своем Евангелии Что были Такие Которые Предупреждали Ишуа О планах Ирода Арестовать Его И вероятно Встреча с Ишуа Заставила Павла Пересмотреть Какие-то Фарисейские Верования Но далеко не все Эти убеждения Фарисейские Были ложные Например Воскресение Из мертвых Павел говорит О том Что как фарисей Именно как фарисей Он верит В воскресение Мертвых В отличие от Садукеев Которые не верили В него В таком случае Как примирить Еврейский И не просто даже Еврейский Афарисейский Образ жизни Апостола Павла С такими Казалось бы Антиеврейскими Высказываниями Как Берегитесь Обрезание И многими Другими Об этом в следующей Программе Оставайтесь с нами Спасибо Дорогие друзья Шалом Мы рады Приветствовать вас На нашем Веб-сайте Оазис Медиа В 2013 году В январе Мы запустили Этот проект И наше желание Было выставлять Максимальное количество Мессианских Видеоматериалов Чтобы интересующиеся Могли понять Рассмотреть И выучить Какие-то Аспекты Библии С еврейской позиции Уверен Что это помогает Вам У вашей вере Чтобы становиться И возрастать И понимать Писание Намного больше Вместе с этим Я хочу напомнить вам Что Этот волонтерный Добровольный Проект Мы ведем Выкладываясь Полностью И лучшие люди Работают над ним Это стоит нам денег Я Не очень Люблю Просить Но В данном случае Обращаюсь к вам С просьбой Если Господь располагает вас Ни в коем случае Вы ничего не обязаны И вы Все-таки Захотите Пожертвовать Два Пять Три Доллара Сколько Захотите То При множестве Это усилит Наши возможности Переводить Материалы С иврита Давать вам Видеть Большее количество Учений И я уверен Что это будет Благословение И для вас И для нас Мы создали Мы создали Такую возможность Если вы нажмете Вот на эту кнопку Донейт Пожертвовать И войдете в нее То Там будет Возможность Через Пейпал Систему Сделать Небольшое Пожертвование Это будет Благословением Уверен Для нас Уверен Для вас Пусть Бог благословит Вас Спасибо Что вы с Оазис Медиа